Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это твои личные слова... А над усопшими... Это слова пророка... Ответь мне... Если ты услышишь мои слова и слова пророка... За чьими словами ты последуешь? За словами пророка или за моими словами? Я задаю тебе простой вопрос... Ты согласен, что нет противоречия между словами Аллаха и пророка? Да. Аллах говорит, когда вы взываете к ним, они не слышат вашу мольбу. Если они не слышат, так почему же ты читаешь? Тогда почему пророк, алей-иссаляту вассалям, сказал благословлять его? И в молитве ат-тахияд что мы говорим? Ас-саляму алейк. Ас-саляму алейка, ай-юхан-набий. Почему? Это исключение в отношении пророка. Почему пророк, алей-иссаляту вассалям, сказал благословлять его? Потому что это исключительно для него, поскольку он отвечает на приветствие. Посланник Аллах, алей-иссаляту вассалям, отвечает на приветствие. В таком случае, как нам понять слова Аллаха, когда вы взываете к ним, они не слышат вашу мольбу. Когда, как это было сказано в отношении мушриков, да воздаст Аллах тебе благо. Я уважаю тебя, ты наверняка следуешь за учеными. Верно? Да. И хорошо, если ты читаешь, то читай согласно мнению этих ученых, которые это дозволили, но не читай громко. Поскольку чтение суры Ясин над усопшимы, у нас это официально считается беда. Чтение Ясин? Да, чтение Ясин усопшему. Кто сказал, что это беда? Что значит, кто сказал? То есть, кто сказал, что чтение Ясин беда? Есть фетва больших ученых, в которой сказано, что чтение Корана над умершим – это беда. Кто это сказал? Ты хочешь его имя? Это шейх? Или это группа ученых? Они что, не принимают хадисы? Хадисы сборника Ибн Маджа? Послушай мне, я хочу до тебя донести, что чтение Корана Ясина в такой форме в этой стране считается новшеством. И мы стоим здесь, чтобы объяснять это людям. Дорогой брат, это не может считаться беда, поскольку мы имеем ясные слова Пророка, алейхиссаляту вассалям. Допустим, вы приехали в Турцию и расскажете о хадисе Иссахих Бухари. А я вам скажу, что наши ученые не принимают хадис Иссахих Бухари. Что вы на это скажете? Я скажу тебе, что наши ученые не принимают. А ты ответишь, хорошо? Нет, нет. Я расскажу тебе кое-что. К нам приезжал ваш имам, шейх Абдурахман Аль-Усси. Он имам Каабы. Они приезжали к нам в Стамбул и посетил могилу султана Абдулхамида II. И прочитал там суру Ясин. Если хотите, можете посмотреть это на ютюбе. Там есть это видео. Да смелуется над ним Аллах. Да помилует Аллах Абдулхамида II. Он скончался более ста лет назад. Прошу Аллаха, чтобы он был в высших степенях рая. Он и остальные халифы мусульман. Да смелуется над ним Аллах. Этот человек пожертвовал собой ради ислама и мусульман. Мы не возвеличиваем его перед Аллахом. Но он является из числа последних истинных халифов. Человек, который проложил железную дорогу от Дамаска до Медины. И у него в планах было проложить дорогу до Турции. Этот человек не продал Палестину и не продал кусок исламских земель. Посредством него Аллах возвысил ислам. Я прошу Аллаха, чтобы он помиловал его своей обширной милостью. Есть другой момент, на который указал шейх Ибн Баз. А именно передача награды. Некоторые, кто приходят сюда, читают с целью передать награду. А в этом вопросе есть два мнения. Шейх Ибн Баз сказал и посчитал более правильным мнением, что награда не доходит. И это не разрешается. Я знаю, что те, кто приходят, они читают с целью передачи награды. Послушай, ты говоришь о своих ученых, а я тебе привожу слова пророка, а не ученых. Мы не говорим о передаче награды, мы обсуждаем чтение суры Ясин. А чтение Ясин это повеление пророка, который сказал, читайте вашим усопшим. Да, но что сказал шейх? Нет, ты говоришь, сказал шейх, а я говорю, сказал пророк. Минуту, когда мы встречаем какой-то аят или хадис, кто разъясняет его нам? В первую очередь сам пророк. Да, пророк на первой степени. Но между нами и пророком существует расстояние. Кто разъяснит нам смысл хадиса или аятов? Ученые, так? Сподвижники, таби'ины, затем ученые. Хорошо, ты сказал ученые. Ученые, говорить тебе, чтобы ты читал Ясин в предсмертный момент человека, а не после его смерти. Так это его мнение, я не принимаю его мнение. Потому что слова пророка очевидны, он не говорит про умирающего. Он сказал про умерших, читайте вашим усопшим. То есть, после его смерти, а не перед смертью. Ну а какая польза от этого? Так сказал пророк, он знал об этом или нет? Конечно, знал. Я принимаю ваши законы. Но вы должны знать, что эти законы не соответствуют словам пророка. Алейхиссаляту вассалям. Алейхиссаляту вассалям.